Харе Кришна, дорогие Вайшнавы, примите мои поклоны. Мы продолжаем с вами изучать науку, как читать лекции по Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. И сегодня мы начинаем второй блок нашего семинара, который называется «Как говорить». У нас два блока. Первый, который мы прошли, назывался «Что говорить». Мы готовились к лекции, составляли ее, делали цель, как ее достичь, логика, факты. И сегодня мы будем говорить о том, как сделать нашу лекцию привлекательной для нашей аудитории, чтобы ей было легче нас воспринимать. Как так говорить, чтобы людям было легче воспринимать то, что мы подготовили. Существует шесть факторов успешного выступления. Сначала у нас должна быть идея, которой мы горим. Это первый фактор. Эта идея должна быть полезной и интересной для нашей аудитории. Это второй фактор. Эту идею, полезную и интересную для нашей аудитории, нужно излагать логически. Должна быть логика, понятная для нашей аудитории. Четвертый фактор. Нужно дать ровно столько информации, сколько наша аудитория способна переварить. То есть лекция должна быть простой. Пятый фактор. Нужно рассказывать ровно столько, чтобы наша аудитория не устала. Как только вы замечаете, что люди перестали вас воспринимать, это значит, что вы уже затянули лекцию. Нужно закончить до того, как они устали. Не затягивайте лекцию. И последний фактор. Ваша подача должна быть яркой. И все эти факторы важны. И первые четыре мы разобрали с вами в блоке, который назывался «Что говорить». Как раз об этом была речь. Не затягивайте. Это просто хороший совет. Просто так устроена наша психика, что наша возможность воспринимать материал имеет границы. И лучше за эти границы не выходить. Но вот последняя яркость – это даже не половина лекции. Это большая половина лекции. Это 80% успеха нашей лекции зависит от того, насколько наша лекция яркая. Я проводил исследования, спрашивал разных преданных о том, какие лекции им нравятся. Я просил, вспомните о ваших любимых лекторов, лекции, которые вам понравились. И что именно вам нравится в этих лекциях? Конечно, преданные говорили там о Кришне, там логично, но в основном, в основном все говорили одно и то же. Интересно, живо, ярко, с примерами истории, эмоции. То есть все это характеризует одну вещь. Они описывали эмоциональное состояние. Для людей очень привлекательны эмоции. Для людей очень привлекательно то, как этот материал подается. Так уж устроен наш ум. Ему всегда нравится что-то такое интересное, яркое. Для ума – это пища. Поэтому, если мы хотим, чтобы люди слушали нас, это должно быть привлекательно для их ума. И каждое послание состоит из двух частей. С одной стороны, это сама информация. Но с другой стороны, в этой информации, в этой речи находится опыт человека. Если мы возьмем просто информацию и уберем эмоции, уберем опыт, то это никого не вдохновит и ни на что не подвигнет. Но если мы добавляем туда опыт, эмоции, переживания, то такая речь обретает силу. И мы можем встретить человека, который горит автомобилями. Если спросить его об автомобилях, он, знаете, с огромным вкусом, энтузиазмом, жестикуляцией, не знаю, может даже со слезами на глазах, будет рассказывать о Мерседесе так, что вы захотите его купить после этого. Понимаете? Точно так же, если вы спросите у чистого преданного, который любит Кришну, рассказать о Кришне, с какими эмоциями, как ярко он будет об этом рассказывать. Поэтому идеальный вариант, если послание правильное, если эмоции, которые возникают благодаря этому посланию, очень яркие. Человек, с одной стороны, является носителем информации, а с другой стороны, он является олицетворением этой информации. То, к чему эта информация должна привести и вас. Это идеальный вариант. И идеальный вариант для сознания Кришны. Человек говорит, мы слуги Кришны, Бхакти – это совершенство. И он действительно это испытывает. Но если мы еще не достигли такого уровня, и у нас не так много переживаний, эмоций по поводу Бхакти. Да, мы хотим. Да, мы стремимся. Но не так много яркости. То грубое и тонкое тело еще влияют на наше сознание. Вследствие того, что человек еще находится под влиянием своего грубого и тонкого тела, к его рассказу о Кришне примешиваются какие-то особенности грубого и тонкого тела. Допустим, человек так воспитан, такой жизненный опыт у него, что он просто никогда не задумывался о том, как правильно выражать свои эмоции. Его не учили этому. Он не умеет это делать. И он рассказывает о Кришне, но он не понимает, как выражать правильно свои эмоции. И в итоге люди не понимают, горит он этим или не горит. И так как у нас есть еще это влияние грубого и тонкого тела, и обусловлены с этим грубым и тонким телом, какие-то вещи нам нужно немножечко обогородить, каким-то вещам нам нужно научиться. Просто раньше мы об этом не думали. И вот как раз в этой части мы будем говорить о главных навыках, которым нужно научиться для того, чтобы ваша лекция была яркой и слушатели легко вас воспринимали. И первый навык, о котором мы поговорим, называется «Зрительный контакт». Что вы чувствуете, когда лектор на вас смотрит? Я проводил социологический опрос и услышал такие ответы. Первое, что он мной интересуется. Он рассказывает именно для меня. Это действительно так. Когда вы смотрите на людей, люди чувствуют, что вы рассказываете для них. И они внимательно, вторая вещь, они становятся внимательными. Потому что когда вы разговариваете с человеком, и человек вам рассказывает, ну неудобно отвлекаться. То есть вторая вещь, аудитория естественным образом становится сосредоточенной, когда они ощущают взгляд лектора на себе. Также они чувствуют, что лектор открыт. Он не боится. Он доброжелательно к ним относится. Он не боится обратной связи. Если аудитории что-то не понравится, то лектор будет это видеть. И он готов к этому. И когда человек смотрит на аудиторию, это тоже своего рода такое бесстрашие. Он смотрит на аудиторию, и он готов получить обратную связь от этой аудитории. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас был контакт с аудиторией, если вы хотите, чтобы они чувствовали ваше доброе отношение к ним, если вы хотите понимать, насколько, если вообще вам важно, как аудитория на вас реагирует, и смогли вы донести свое послание до них или не смогли, то тогда вам нужно смотреть на свою аудиторию. И по-настоящему зрительный контакт – это контакт сердец. Человек может во время лекции думать о трех вещах. Он может думать о себе, как я выгляжу, что обо мне подумают. Человек может думать, как бы не забыть то, что я хочу им сказать. И третье – человек думает, как донести эту важную вещь, важную полезную вещь до моих дорогих слушателей. И вот только в таком состоянии человек может действительно интересоваться людьми, действительно за них переживать, переживать за то, как донести послание важное и нужное до сердец этих людей. И тогда его зрительный контакт – это будет проявление его доброжелательности и открытости. Итак, как на практике это делается? Вам нужно просто каждому слушателю уделять одну-две секунды. Если слушателей много, то одну-две секунды к каждой группе ваших слушателей. И равномерно смотрите на одного слушателя, на одну группу, на другую группу, на третью группу. Каждому по чуть-чуть внимания на протяжении всей лекции. И не забывайте, пожалуйста, про тех, кто сидит сбоку. Обычно они остаются сиротами, теряют интерес к вашей лекции и засыпают. Поэтому не обделяйте их вашим вниманием. И когда вы смотрите на людей таким образом, вы даете им понять, что они вам интересны, что это для них вы рассказываете. Вы не выступаете перед ними, вы разговариваете с ними. И при том не со всеми, а с каждым индивидуально. Харе Кришна!